Продолжение следует... Матерь Божия здесь сама смотрит за нами, сама хранит. Богородичные иконы на протяжении тысячелетий оказывались в центре самых важных событий истории нашей страны. Французы увидели на небе лик небесной Мадонны, который рукой указывал им на запад. Откуда пришли, туда и возвращайтесь. Обычные люди становились свидетелями чудес в своей личной жизни и обращались к Богу. Моя хорошая, это Богородица, которая тебя спасала, ты моя заяц. Это действительно случилось чудо, ну просто неописуемое чудо. Как Божья Матерь действует в нашей жизни сегодня? Она помогает всем, кто к ней обращается с верой, с надеждой. Она сказала, что очень многое надо. Чудеса кругом были, чудеса. Истории икон и истории людей в документальном проекте «Лики Богородицы». Покров Престой Богородицы – это присутствие, живое присутствие Божьей Матери. Здесь тоже ведь поднос с горячим чаем и свежими пушками. А где Кэтрин? 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 Я так люблю Рождество! Ощущение праздника, настоящего чуда! Люди собираются вместе, чтобы разделить радость Рождества! Идет первая репетиция спектакля, который ставит театральная студия молодежной православной организации «Покров». Исполнительница главной роли Дарья Зотова уверена, ее оберегает Богородица. Сначала Божья Матерь спасла двухлетнюю девочку от смерти, потом помогла найти призвание, а еще позже – единоверцев в чужой стране – Германии, где Даша жила короткое время. Случилось чудо, я попала к совершенно чудесной общении с большим количеством молодежи. И когда я от них уезжала, мы очень тепло прощались. Я как раз решила приехать в Москву, и батюшка подарил мне такую большую икону «Покрова Престой Богородицы». Я как раз задумалась, почему именно эта икона, потому что у меня с Покровом тогда в жизни ничего не было связано. Но вскоре Дарья познакомилась с ребятами из молодежной организации «Покров», где нашла себе не просто друзей по интересам. Для меня «Покров» – это, наверное, такая большая теплая семья друзей, где мы все вместе стремимся к Богу, и как-то здесь прям так тепло, хорошо. И столько любви здесь, и делишься этой любовью, и растешь в этой любви. Молодежная православная организация «Покров» появилась 20 лет назад по инициативе отца Мелхиседека Артюхина, настоятеля храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе. Такой был период, когда, мне кажется, храм собирал в себе молодежь. Не столько потому, что ее привлекали, а потому, что был какой-то посыл вот этим заинтересоваться и в церковную жизнь как-то погрузиться. Общим делом, которое сразу объединило молодых людей, стало строительство нового храма, идею которого отцу Мелхиседеку подала сама Богородица. Однажды он после службы пошел гулять в лес, и понимая, что храм один на всю Яснюю, людей очень много, и он, разодаченный этой проблемой, молился, и он говорит, что голос он услышал, «Ты видишь, как люди меня почитают?» И он понял, что это Богородица ему говорит. Было понятно, что должен быть храм, что должен быть храм именно Богородичный, и потом уже, что именно Покрова приставит Богородица. В честь Покрова Богородицы было названо и появившееся молодежное движение. Я помню, вначале мы просто собирались после службы, вот мы собирались на чаепитие, там на каток ходили, просто проводили вместе время, православная молодежь. А потом организация росла, и к обычным встречам добавились паломнические, труднические и даже миссионерские походы. Мы ездили в отдаленные места, в республику Коми, вот я ездила на Урал. Мы хотели и пытались рассказать о вере, как можно больше людей познакомить, покрестить, возможно, оставить какие-то следы в виде книг, икон. Дальние поездки были делом трудным. Отсутствие дорог, связи, крайне настороженное отношение местных жителей. По признанию участников этих походов, без помощи Господа и защиты Богородицы, они бы со своей миссией не справились. Как-то раз мы ночевали, и к нам пришел пьяный мужчина, почему мы об этом не знали, и он хотел нас всех зарезать. И вот батюшка пришел, там с ним поговорил, мы все молились, и на следующий день он пришел, там крестился, причастился. На каждом месте мы ставили крест. И вот человек, который хотел нас зарезать, на следующий день пришел помогать этот крест возводить. Я думаю, это тоже сила молитвы, это чудо. Параллельно с развитием деятельности молодежного клуба рос Ипокровский храм. Его решили делать крестово-купольного типа, как дань памяти первой на Руси церкви, освященной в честь покрова Пресвятой Богородицы, на Нерли. История этого храма началась в XII веке, и связана она с именем князя Андрея Боголюбского. Князя Андрея называют сугубым служителем Богородицы, он понимал, что Божья Матерь – это главный наш посредник между нами и Богом. И вот этот вот образ почитания Богородицы он впитал еще от своего деда Владимира Мономаха. По инициативе Владимира Мономаха начинается эпоха почитания Русью, именно Русью, великокняжеской Русью, Девы Марии, возведения храмов в ее честь, Успенские соборы становятся кафедральными, во всех княжеских городах. Благодаря Владимиру Мономаху почитание Богородицы принимает на Руси такой общегосударственный масштаб. А при его внуке Андрею Боголюбскому во Владимире строится Успенский собор, в Боголюбово, где был дворец князя, строится собор Рождества Богородицы. А на перекрестке водных торговых путей в месте слияния двух рек Клязьмы и Нерли по указу Андрея Боголюбского возвели первый храм, посвященный Покрову Божьей Матери. Он же устанавливает и новый праздник – Покрова Богородицы. В основе сюжета лежит рассказ об одном из эпизодов константинопольского святого Андрея Юродиова. По преданию, в X веке корабли язычников подошли к стенам Константинополя. Испугавшиеся горожане собрались в храме Пресвятой Богородицы во Влахернах и начали слезно просить защитницу и заступницу спасти столицу от разрушения. И вот в тот момент, когда все молились, вдруг Андрей Юродиевый увидел на воздухе стоящую Божью Матерь, которая простерла Покров над всеми молящимися. И он даже это видение показал своему другу Епифанию, и Епифаний подтвердил, что да, это действительно не иллюзия, а вот они видят Божью Матерь в окружении святых, и она вот свой Покров, свой Плат держит над всеми. И в этот момент как раз была снята осада с Константинополя, и враг отступил. То есть Божья Матерь защитила Константинополь. Это видение стало одним из источников иконографии Покрова, которая, как это ни странно, возникла не в Византии, где было явление Богородицы, а на Руси. В Константинополе иконография Покрова ни при каких обстоятельствах не могла родиться. Просто вот это абсолютно исключено. Почему? В Константинополе было два эпизода, связанных с почитанием образов Богоматери, которые носили название «Обыкновенное чудо». Одно из них происходило каждый вторник, когда из Лохернского храма, того самого, где Христа ради Юродивый Андрей и его ученики Епифаний видели Богородицу, выносили невероятно тяжелую икону Божьей Матери Адигитрия. И сначала человек, который держал на плечах эту икону, не мог устоять на ногах, его бросало по площади туда обратно, а потом вдруг с легкостью начинал идти и шел в длиннейший путь пешком от Лохернского храма на противоположный конец города. Второе обыкновенное чудо происходило в том же Лохернском храме еженедельно после пятничной вечерней службы. Сама собою вздымалась завеса над образом Богоматери и в таком виде находилась до вечера воскресенья, когда опять опускалась. Когда в городе происходит что-то совершенно обычное, обыкновенное и уже, можно так сказать, такое заурядное чудо, то какой там праздник покрова Богородицы? Зато на Руси князь Андрей Боголюбский, особо почитавший Андрея Юродивого, с вниманием отнесся к удивительному явлению Божьей Матери. Андрей Боголюбский вводит этот праздник сначала в своем княжестве, потом он расходится по другим княжествам и становится со временем общецерковным. Он обретает такой новый смысл, покров Божьей Матери над теми молящимися, ну и прежде всего над Россией, над Руссией. И уже совсем скоро новый праздник, прославляющий Богородицу, стал одним из самых любимых в народе. Люди сеяли весной, летом заботы, осенью собрали урожай, а все покров 1 октября, что урожай собран, убран, все заготовлено, в общем, можно и отдохнуть. В народе говорили, на покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима, а потому после праздника в деревнях прекращали все полевые работы, загоняли скот с пастбищ в зимние стойла и в ожидании морозов начинали конопатить избы. По покрову судили, какой будет зима. Когда идет холод, ты не хочешь замерзать внутренне, ты хочешь ждать тепла, и вот покров, когда Богородица нас накрывает своим эмофором, и ты веришь, что так вот и идет, и по жизни всегда. Это такой праздник, ну, лично мне кажется, что он такой как бы теплый, уютный. Для Ольги Илюхиной покров еще и очень личный праздник, ведь именно в этот день она получила предложение выйти замуж. Мы дружили, уже как-то этот момент назревал, я пообщался с духовниками, со своим духовником, с сольным духовником, ну, они мне сказали, все, пора. Ну, я выбрал как раз день покрова Пресвятой Богородицы, и в этот день решился на то, чтобы сделать ей предложение. Я, конечно, ну, меня не ожидала, но хотя я думала, что когда-то это могло случиться, но как-то не в этот день. Я потом узнала, что на самом деле раньше на покров всегда, после покрова всегда сватались, свадьбы играли. Выходцев вообще из покрова, их очень много. Тут уже, по скромным посчетам, по-моему, уже 50 семей образовалось за время существования этой молодежной организации. Абсолютно все первые покровчане приняли участие в строительстве церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Святейший Патриарх Кирилл приезжал, еще храма не было, только чуть-чуть его построили. И в какой-то момент, когда он освещал, я поднимаю глаза на небо, а там огромный крест на все небо. И я нашему говорю, смотрите, смотрите. Среди тех, кто видел этот божий знак, был и нынешний отец Роман, тогда еще и не помышлявший о духовном служении. Он учился на юридическом факультете МГУ и время от времени приходил на Оптинское подворье в Москве к отцу Милхиседеку. Однажды воцерковленные сверстники предложили юноше присоединиться к благодарственному молебну. И когда они молились, вот это было для меня настолько трогательно и настолько проникновенно, и я просто ощутил присутствие Божие с ними. То есть я понял, что вот с этими людьми Христос здесь и сейчас. Расставаться с этим чувством уже не хотелось, и Роман влился в Покровское движение. Один из девизов нашей организации – это молиться и делать добрые дела. И началось все, конечно, с дел. Были общие сказки для детей-сирот, выезды в детские дома. Каждую поездку в Покрове готовили основательно. Собирали одежду, подарки. Руководитель театральной студии Светлана Поломарчук писала сценарии и ставила спектакли. Она сама выпускница детского дома и на собственном опыте знает, как добрые и светлые сказки могут изменить жизнь сирот. Маму лишили прав родительских, и меня отдали в интернат. Мне было 7 лет. Когда я попала в интернат, в первый же день мне устроили темную. То есть на меня накинули одеяло и стали меня бить. Потом приходили к нам младшие воспитатели, они так назывались, то есть старшеклассники, и били, чтобы мы слушались. То есть не шумели. И мы решили с ребятами, с нашими, что когда мы вырастим, мы не будем бить младших. И правда, когда мы выросли, это уже 5-6 класс, мы на выходных показывали сказки. Из простыней мы делали платья, юбки, плащи были королями, королевами. Что должно творить, тому зло не вредит. Эти самодеятельные спектакли делали счастливыми всех. И малышей, которые их смотрели, и школьников, которые их ставили. А после удачного представления Светлана, как умела, благодарила Богородицу и Бога. Я знала, что есть Бог, я Ему молилась, Отче наш, а потом я, в общем-то, отошла от веры. Светлана выросла, вышла замуж, родила дочь. Мечтала о втором ребенке, но ничего не получалось. Мы с Лилей пошли, это вот старшая моя дочка, мы с ней пошли в храм. Всех скорбящих радостей молились приступ к Богородице. И, наверное, не случайно, что именно этот храм, потому что она протягивает руки грешникам, она их милует. Божья Матерь услышала горячие молитвы. И Светлана родила вторую дочку. Меня назвали Марией, потому что я родилась 4 декабря. И, как мы все знаем, это праздник, ведение во храм Престой Богородицы. И то, что мои родители и моя семья молились, ей просили, чтобы я появилась на свет. И плюс я родилась в этот праздник. Это знак, что это чудо. Покров Престой Богородицы – это присутствие, живое присутствие в Божьей Матери. Мама, родная мама, к которой ты обращаешься и просишь во всех делах житейских, духовных. Как дети. Хочу на ручки. Хочу вот это ощущение заботы, любви, нежности, что никакие невзгоды они мне не коснутся, потому что меня бережет Престая Богородица. Стоит ли удивляться тому, что сразу после появления праздника Покрова в XII веке храмы в честь Покрова Престой Богородицы стали строить на Руси чаще других богородичных церквей? По статистике, 7% храмов на Руси посвящены этому празднику. И мы с вами находимся в соборе Покрова Престой Богородицы, что на рву, наверное, самым известным Покровском соборе во всей России. Этот величественный храм был возведен по указу Ивана Грозного в честь покорения Казанского княжества. Согласно легенде, по завершении строительства царь велел ослепить зодчих, чтобы те больше не смогли построить ничего подобного. С момента завершения строительства этот собор получает посвящение во имя Покрова Престой Богородицы. Но вот с конца 17-го столетия становится более популярным другое наименование храма во имя святого Василия Блаженного. Христа ради юродивой Василий явил дар прозорливости еще в 16 лет. Он работал подмастерьем. Как-то в обувную лавку зашел юноша и заказал сапоги, да такие, чтоб служили несколько лет. Василий улыбнулся. После ухода заказчика хозяин рассердился на ученика за неподобающее поведение. А тот объяснил, что жить молодому человеку осталось не больше года. Так и вышло. После этого Василий покинул мастера и взял на себя подвиг юродства. И вот одно из прижизненных чудес как раз изображено на этой иконе. Это чудо святого Василия Блаженного на Каспийском море. Однажды персидские купцы, которые плыли по Каспийскому морю, попали в страшный шторм и уже начали молиться, потому что была близка их гибель. И вдруг они увидели на корме корабля совершенно нагого человека, который вывел их из шторма и спас. И когда они на следующий год прибыли в Москву, так как раз на улицах этого города они увидели своего спасителя, а это был никто иной, как Василий Блаженный. Царь Иван Грозный чтил и боялся Блаженного, якопровидца сердец и мыслей человеческих. Узнав о болезни Василия, страстно молился, а услышав о его кончине, распорядился в точности выполнить волю юродивого похоронить у стен строящегося Покровского собора. Впоследствии над его мощами была пристроена 10-я Нижняя Церковь к Покровскому собору. Это произошло после канонизации Василия в 1588 году. И богослужения в этой церкви становятся каждодневными. Люди, которые шли в Покровский собор, говорили, мы идем к Василию Блаженному, мы идем в храм Василия Блаженного. Через год после Василия похоронить себя у стен храма завещал другой московский юродивый Иоанн Блаженный. Его волю тоже исполнили. С конца XVIII века в Покровском соборе появляется и икона, которая прославляет все наименования, все посвящения Покровского собора. Это икона Покрова Пресвятой Богородицы с предстоящими Василием и Иоанном Блаженным. Это икона в иконе, потому что в верхней части иконы мы видим икону, несомую двумя ангелами, Покров Пресвятой Богородицы в традиционной иконографии. Внизу предстоят ей Иоанн Блаженный и справа многоходец, как говорили о Василии Блаженном. Традиционная иконография образа Покрова Пресвятой Богородицы имеет два извода Суздальский и Новгородский. Суздальский показывает храм как бы снаружи, но действие происходит внутри, как бы на фоне вот этих вот палат. И мы видим, как бы рядами стоят люди, и среди них и патриарх, и император, священники, епископы. В правом внешнем углу всегда присутствует Христа ради Юродивый Андрей и его ученик Епифаний. Андрей показывает наверх, а сверху стоит Божья Матерь, и она держит вот этот покров над всеми молящимися. То есть в этот момент вот действительно как ответ на молитву, молитву всего народа, соборную молитву. В Новгородском изводе немножко иначе. В Новгородском изводе часто показывается храм как бы в разрезе. Тоже народ стоит, и тоже, значит, естественно, Андрей Юродивый показывает наверх, и рядом стоит юноша Епифаний, но только Божья Матерь стоит как оранта, молящаяся, а ангелы над ней держат этот плак. А сверху еще очень часто изображается Христос. То есть как бы понятно, что не только Божья Матерь, но и Христос принимает участие вот в этом покровительстве, в этой защите. Кроме того, на многих иконах покрова на Амвоне изображается Роман-Сладкопевец. По преданию церкви преподобный Роман-Сладкопевец он был облагодатством Богородицы, и она явила ему свою милость через то, что дала ему свиток, после которого он вот Духом Святым имел дар в сложении стихов, гимнотворчества. На иконе, которую писали для храма покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, сюжет Суздальского извода дополнен изображениями самого храма и ликами первоверховных апостолов. В даль того, что настоятель храма апостолов Петра и Павла тоже поучаствовал в созидании этого храма. Строительство Покровского храма в Ясеневе завершилось в конце 2015 года. Получилось тоже вот удивительно. Его осветил святейший патриарх Кирилл в день, это был воскресный день, это память святых прадцев. И получилось, что у настоятель отца Милых Седеков в этот день были именины. Вот так совпало. Ну, это же чудо. Волею Божией случались и другие чудеса. Татьяна и Дмитрий Алексеевы познакомились в молодежной организации Покров. Сперва дружили, потом полюбили друг друга и поженились. Первенца ждали с нетерпением. И все было хорошо, но вдруг на 29-й неделе беременности у Татьяны неожиданно поднялось давление. Начались схватки, и врачи экстренно увезли ее в больницу. Я помню, я алтарничал в храме тогда, и прислали какую-то смс, что вот такая ситуация, надо срочно помолиться. Мы, да, все в храме молились. И не только в храме, потому что вот этот большой чат, да, и все начинают пересылать сообщения в какие-то другие чаты каким-то другим людям. И целая такая молитвенная сеть, не раз она действовала, когда действительно очень много людей начинает молиться. Малышка родилась килограммчик, мы говорим, кило сто. Первое время, конечно, она существовала на грани, в общем-то, жизни и смерти. Очень много было поставлено рисков угроз, диагнозов страшных совершенно. Но все, что дальше произошло, это можно назвать одним большим чудом. И, конечно, помощь Божией Матери здесь настолько очевидна, настолько для меня понятна. Сейчас Ульяна и ее младшая сестренка Павлина ходят в воскресную школу и в хоровую студию, где учатся в песнопениях прославлять Богородицу, которая всегда оберегает своим покровом тех, кто в искренней молитве обращается к ней и ее сыну. Помощь Божией Матери, она постоянно, она ежедневная. Это обычная наша жизнь. И наши дети тоже об этом знают. Все, что происходит в нашей жизни, и если мы из какой-то ситуации выходим благополучно, то, наверное, это все-таки защита Господа и Богородица. Это нужно, чтобы человеку выжить в этой жизни, не потерять себя, потому что сложно жить без Бога. и Бога. Бога. Субтитры создавал DimaTorzok